Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем цикл видео из мультиплеера Солсторма. Ваше внимание, предлагаю бой 2 на 2 за Космодесант. Поехали! Карта Пролом, мой ник Лотос, со мной в команду рандомно попал Ники Тао, Чарли, Елео 95, против нас Хэппи Ньюби. За Гвардию и Корсар Роджер за Урком. Вроде бы начало не предвещало никаких особых проблем. Тао начинает стандартно, вполне. То есть делает 2xv15, делает имранцы, делает генераторы и делает казармы. Но бой-то необычный. Совсем необычный. Гвардейцы тоже правильно выставляют казарму вперед, хотя можно было выставить еще дальше. Если бы он воткнул сначала генератор, а потом бы ее прокинул примерно вот в эту область, он прострелил бы частичный проход. Но он на это не пошел. Решил свою базу защищать, а не центральный. Пролом. Вот тут уже у меня подозрения закрались относительно Тао, потому что уже, видите, не до контроля. Стоят строители, ничего не делают. Хотя у него уже точку можно застраивать. А это все время, это доля секунды. Мух зачем-то сделал, это тоже... Как бы ему не в плюс сразу с моей стороны просчиталось, потому что делать муха и командира против орка и гвардейца это самоубийство. И тот и другой их расстреливает очень легко, орка все здания почти стреляет, а гвардейец может почти в каждое сесть. Видите, опять потерял контроль над мухами, они пошли зачем-то бодаться с меком, и в итоге он одну муху теряет. А это опять же ресурсы, командир здесь непонятно что в проходе встал. В общем, короче, Тао сразу у меня вызвал негативные эмоции. Правда, гвардейец тоже стоит, не застраивает, но он хотя бы бежит это делать. Я не видел, как они там играли, поэтому сейчас вдвойне будет посмотреть тоже забавно достаточно. Я видел только то, что позволял Туман Войны. Ну, идем в атаку, надо было хотя бы хоть как-то их напрячь, видишь, что гвардейца не проапгрыжена точка, и начинаю ее расстреливать. Тао это тоже делает, прыгает мухами, при том, да, вот только сейчас он включает свою белку разрушения, но и в итоге он, что толку ее включает, он ее включает, но не бьет, а если он ее активировал, но мухи в этот момент не наносят дамага, то, соответственно, никакого урона не проходит дополнительного. Застрял мек, правда. И орк его теряет. Я просто тупо застанился. Ну, я дальше пытаюсь расстрелять точку. Осталась одна муха, ну, Тао, тем не менее, хотя бы помог в этом плане, что он его заклинил. То есть, добраться так, чтобы не стрелял и по мне из казарм. Видите, там уже сидели гвардейцы, но, в принципе, стреляли по разведам, они были не нужны. А орку приходится делать еще одного мека, которого он потерял, и здесь у него не хватает, видите, денег на застрой, по всей видимости. Хотя точки он проапгрейдил, заметите, то есть, у него все уже прогрежены, а Тао только еще их застраивает. Начинает последние две. Всего один генератор. Профукал всех своих мух, он начинает вводить воинов огня. Ну, тоже довольно хреновая идея, учитывая, что гвардейцы могут спокойно вывести либо химеры быстро, либо тяжелое вооружение. Все его воины будут похерены в считанные секунды. А без нормальной экономики он ничего не сможет сделать, и без Иксы-25 против гвардейских, те же самые химеры, которые дешевые, и разберут его, как нифига делать. Пытается здесь отстраивать свою точку гвардеец, даун тратит на это ресурсы. Орк снова бежит. Я поставил здесь на всякий случай своих разведчиков. Разведчиков, дабы они подсвечивали, даун-то делает. Дострелил командира, и вот я вижу, что тяжелое вооружение уже развернул гвардейцы, сваливаю назад. А вот не сразу заметил, побежал зачем-то перестреливаться, с ним, но он сейчас заметил и отступает. Делает вторую пачку воинов огня, при этом у него по-прежнему всего один генератор, у него нет никого Т2, он не грейдит точки, то есть ресурсов у него нет вообще, можно сказать. И, как вы понимаете, ситуация крайне хреновая, того без ресурсов, это как... Фактически играть без союзника. Ну да, о чем я и говорил, гвардейец просто вышел в Т2 и спокойно отстрелил. Все это добро. Ну вот, только сейчас все начинает с перехода Т2, генераторов-то нет, ему не на что грейдить точки, соответственно он недополучает влияние, все потому что вложил непонятно во что ресурсы на Т1. Да, орк, все точки прокачаны, у гвардейца... Ну, три прокачанных, и он начинает строить генераторы, ставит завод, то есть может вводить, в принципе, Василиски или что-то другое. Тоже ставлю завод, но я вложился в генераторы больше, у меня все точки проапгрейджены уже, я хотел играть через, вот видите, играет на генераторы, на влияние. Я хотел сыграть здесь через глайдеры буря, потому что они являются оптимальным вариантом на проломе Т2. Вы можете прикрыть быстро союзника, вы можете нанести удар через стену, свалить, поломав экономику, при этом не понести никаких потерь. Это лучше, чем использовать машину, потому что здесь, ну всего четыре точки, маловато для двух пачек СМ-ов. Это жирно будет, очень оттягивает Т3, Т4 потом. Пока все отошли, все развиваются, да, вот видите, как стоит, вообще непонятно, что с ним происходит. Вроде начал за здравие, а потом сгрудился в одном месте мухи, командир, несколько пачек, две пачки ФВ стоят в этой толпе, зачем-то. Вот он поставил второй генератор, КСВ-15 бежит, проапгрейдил одну точку, два КСВ-15 бежит. Зафига вот так вставать толпой в одном месте, это же просто прямая наводка для Василиска. Любой подсвет, и его вся пехота здесь уже полетит против гвардейца. То есть мне осталось просто оставить по периметру, он просто всех кучу сгрудил, разведав эту же кучу подводит. Такое ощущение, что это средний комп, и его глюкануло. Вот у меня реально такое ощущение возникало на тот момент. Думаю, ну если эти парни хотя бы середняки, то жопа будет. Потому что с таким союзником на проломе это пипец. У меня день дурака какой-то был, то есть вот в тот день я несколько боев провел, и... Вы сами видели, по-моему в тот же день у меня было сражение, когда... На Кровавой Аллее вышел, дропнулся союзничек мой, многоуважаемый гвардейц там, по-моему, был. И здесь потом вот такое попадается чудо. Тао. Ну вот я перелетаю через стену, и прям с угла начинаю расстреливать гвардейца. Он, походу, сначала даже и не заметил, у него тяжелое вооружение стоит, даже не перемещается. Нет, вот сейчас он заметил и бежит. Ремонтирует, я тоже, естественно, заметил. И убиваю его строителя. Зачем перестреливаться, решил с глайдерами буря. Не пересаживайся, он тяжелое вооружение, был просто в шоке, и ничего другого не нашел, как поставить турель, стационарные болтеры, вместо часового, делать или тяжелое вооружение, быстрее переместить с лазером. А где у него лазер-то вообще есть или нет? А, у него пулемет стоит. Он, скорее всего, грейдил до лазера, чтобы хоть как-то отстрелить. Он рассчитывал от пехоты отстреливаться. Да, он делает лазеры. Вот я вижу это, отлетаю назад. Тем не менее, продолжаю расстреливать генераторы. И ломать экономику. Вот он пересаживается и бежит дальше. Волтер почти достроен. Ассасин он, кстати, сделал. Пока, правда, его не скрыл. Ну и расстреливать тяжелое вооружение было уже слишком поздно. В общем-то, он начинает палить. Я бы не успел его разобрать. Он слишком высокий дамаг наносит по технике. Тем более, орка... ...бронебойцы прибежали. Ну и вынужден, короче, улетать. Один самолет потерял, но разнес целую кучу генераторов. Вот здесь чем-то XV делает 88. Тао решил турельками поиграть. Это ведь адепт великого. И его убивает просто-напросто Ассасин. Ну и здесь... В общем, в разведку вывел в качестве подсвета. И Ассасин тоже опять достает. А орк протечил с тем временем в Т3. То есть шла еще 9-й минуту, но уже в Т3 был. И сейчас произойдет то, о чем я говорил. О том, что бой-то необычный. Смотрите, что произойдет. Оп! И Чарли Елео 95 просто выходит. Он просто берет и выходит, обосравшись флешгидсов-орков. Потому что у него ничего не было. У него не было Т3. У него даже намека на этот Т3 не было. И в итоге у меня застрелили еще и Командора. Застрелил его Ассасин. То есть я не успел убежать. Буквально два пука, и он испарился. Вот такая вот ситуация. То есть я еще сначала не врубился, какого хрена произошло. Ну, я увидел, что он вышел буквально через секунд, наверное, 10 после того, как он вышел. И там был занят своими делами. Вон Ассасин ведь тень бегает. Но его было не видно. Он стреляет обычно из-за тумана войны. И всплох даже выстрелы сложно заметить, откуда он именно палит. И вот один выстрел, и оп, Терминатор свалился. Опять же, я его не сразу заметил. Он очень долго перезаряжается, но, конечно, дамаг у него просто офигенный. Он в тромах. В общем, я решил... Да, вот он зацепил второго Терминатора, и у меня вообще-то только сейчас сообщение показало, что отряд атаковал. В общем, я решил играть до конца. Потому что Гвардейца поломал экономику достаточно солидно. Я думал, что если я сейчас могу выпилить Орка, то... Гвардейц явно еще не успел в Т4 выйти. Тем более, он делал еще Ассина. Это, опять же, расходы ресурсов. Он еще делал ему маскировку. И я решил попробовать Орку замочить, а потом разобраться с Гвардой. Как и в том бою на Кровавой Аллее. Там был фактически один на трип, потому что от Космо было толку мало. А здесь один на два. Ксего-то. Вот попадание сразу по библиарию. Довольно мощное. Бегу разбираться с этим Ассасином, но он бегает назад. И выходит Лэнд. Тем более, видите, у меня был Т4. И попробовать стоило. Как обычно, баги. Сюда они влезают. Влезают они обычно с жопы. Вот, я видел сплох. Что он здесь, собственно говоря, сидел. А было пока не до него. Я побежал. Но он сваливает назад. И убивает моего строителя. Который здесь пытался достроить. Вот я вижу, что он тут палит. И не дает мне застроиться на половине Тао. Естественно, Ассасин никуда уже не убежал. Сплохо выстрелы его можно определить. Да, он не видим, но... В принципе, можно примерно представлять, откуда он будет стрелять. Орк здесь уже наделал антитеха полно. Два отряда гитсов. Вроде все нормально у него. Варбосс. Мег. А у меня всего лишь один Лэнд. И терминатора две пачки. Трубая неуязвимость. Рановато я, конечно, не включил. Делать раньше, когда я уже сблизился на прямой контакт. Но я думал, что он будет перестреливаться. А он, в принципе, он и начал перестреливаться. Не сразу. Отбегает и гвардеец начал строить зачем-то турки. Видать, от моих самолетов они его настолько напугали, что он начал строить турели, вместо того, чтобы быстрее переходить в беньку. А хотя у него Т4-то есть. И марсианские тоже строятся. В принципе, у меня так уж и намного отстал. Терминаторов все-таки Орк добил. Но я его отогнал от точек. И начинается перестрелка. Много гитсов было. Он заблочил. Да, вот сейчас он заблочил Лэнд. Не отъехать было. Видите, ставит бобу одновременно своим болитом. Своим безумным боком. Но и стоит. Лэнд вот только сейчас начал стрелять. Уничтожил здесь я и гитку. Идет активная перестрелка. Гвардеец пока вообще никак себя не проявляет. Только ассасин у него бегает. И вот, к сожалению, здесь погибает у меня склад еще и термосов, которые были в лэнде. Надо было отстреливаться, иначе они бы его разобрали. Одновременно попал под ассасина и под два отряда гитсов. Но, тем не менее, Лэнд спокойно разбирает. Тех не осталось вообще никакого. Я продолжаю давить на орку. В принципе, то, чем я и собирался заниматься. Ломаю ему агитки, чтобы он не мог выводить войска в достаточном количестве. Ломаю экономику, забрасываю дредов. Но у меня было, видите, на пределе энергия и на пределе влияния. Несмотря на то, что я здесь активно застраивался, насколько позволяли ресурсы. Подходит хищник. Арсан Роджер пишет. Хелп! Хелп, Гвардеец, какого ты хер там делаешь? Он же один. Он же всего лишь один человек. Байнблейд 20% пишет. Хэппи Ньюби. А я преследую самолет. И, в общем-то, спокойно здесь гуляет мой дредноут, пытаясь повязать лэш-гитц. Правда, не дает это сделать агитки. Хочется обходить через кучу зданий. Ну все, агитки я ему сломал, в общем-то, все. У него лимита никакого нет. Он пытается отстроить казарму. Даже войска не может вывезти, потому что у него сдохли все ракетчики его. И не может ни гитцов вывезти никого. Хотя, может, ресурсы-то у него еще и были. А я продолжаю везти здесь сбросы. Терминатор готовится. Сверх я, по-моему, его сбрасывал. Подходит, вот видите, помогать. Я веду черепок, чтобы избавиться от ассасина. Либо застанет Бейнблейд, который, ну, я думал, что сейчас вот-вот уже выйдет. Начинает здесь стрелять тяжелое вооружение. Но пока было не до него. Убегает орк. Надо было добивать то, что осталось, в общем-то. Бейнблейд вылез и сразу поехал. А орк успел, видите, кинуть главку. Убежали у него строители его невидимые. Добиваю орка. Кстати, ну, буквально пару вот тут зданий на базе. А тут, как видите, гвардеец минирует, чтобы я не мог пробежать спокойно. И поехал ко мне на базу Бейнблейдом. У него нету пехоты, видать, все пустил в турели. Он использует, видите, запретные технологии. Плюс он проапгрейдил все точки. Охрена он этим всем занимался, когда его союзник снесли. Не совсем понятно. Вот такой вот гвардеец. И вот я сбрасываю дреда, не пытаясь даже Гейнблейд завязать. Лучше не дать блоку стрелять. Там кто-то тоже мог нанести довольно серьезный дамаг. Выходит у меня два командира. Выходят капелланы библиарей. И поехал я на базу. Через все эти мины прокатил. Не сближаясь, потому что опасаюсь, что еще сзади, возможно, Лемона покатят. Или там прибегут каски, стреляя с дистанции. Достаточно большой. Ну и здесь дред преследует орка. Библиарей там своей билкой двоих цепляет. И, в общем, продолжает точки здесь расстреливать. Варбоса он теряет. И, в общем, остается последний. Ложгитс. Он тоже сдох. Остался один Бейнблейд. Сбрасываю дредноут. Бегут терминаторы сквозь ассасина, сквозь мины. Потому что некем было там светить. Здесь я уже застроился. И, в общем-то, только-только сейчас получил нормальный прирост по влиянию. До этого у меня было не очень-то нормальное. По энергии по-прежнему затыки. И некогда было здесь все это качать. Потому что надо было добивать. Фактически остаюсь один на один. Да, орк выходит. Один на один остаюсь с гвардейцем. И я сделал то, что хотел. Я уничтожил одного. Быстрой атакой. Второй не успел прикрыть. Потому что он занимался какой-то херней откровенной. Зачем-то начал ресурсную базу свою грейдить. Вместо того, что мины ставит с турелями. Вместо того, чтобы просто попытаться массой задавить. И, ну, шанс был у них неплохой. Но вот он начал творить какую-то дичь. Испугавшись моих самолетов. И в итоге эта дичь приводит к тому, что его союзник просто один на один ничего не смог сделать. Слился. Вот я подсвечиваю мину уже. Библиария. Аж пять минных полей наставил. И стоит тяжелое вооружение. Но первым делом я его пытаюсь уничтожить. Правда, хеллоу физика Вархаммера. Я не могу пролезть. Мешаются свои же войска. Не могу протиснуться. И не было у меня возможности прыгнуть. Потому что я не прокачал. В том моменту еще просто-напросто ранцы, прыжковые телепортеры для своих терминаторов. Так приходится идти вот таким вот образом. А куча турелей. Запретные технологии стреляют. Вот, наконец-то, Касаркин выходит. Но уже, как вы понимаете, слишком поздно. Тем более, они еще не грыжные. Без священника, даже без комиссара. Чтоб он их подбодрил. Они просто мясо для терминаторов. Васьки пошли. Еще один Бейнблейд строится. Ресурс у гвардейца есть. Так он не успевает ими воспользоваться. Огрены выходят. Но, видите, все это асинхронно. То есть, они не успели выйти одновременно с Бенькой. И в итоге... В итоге Корсар Роджер выходит только сейчас из игры. Разбираю здесь Сюгренов. И все. Гвардейец тоже фактически сломлю. Правда, Бенька у него все еще может выйти. Вот Бейнблейд выходит. Но что он сделает? Уже один против кучи терминаторов. Двух танков, дредноутов. Гонюсь за Василисом, потому что он мне надоел. И уничтожаю один. Правда, остался еще один. И начинаю здесь расстреливать. Бегут у меня еще СМ. Использую абсолютно все ресурсы, которые есть на данный момент. Даже не пытается настраивать свой Бейнблейд. Он к тому же еще и застрял. Ну и под массированным огнем. Пытается то по танку стрелять, то по Лендер Райдеру. Идет еще и дред с базы, и бегут еще СМ. Терминатор тут по-бырому его разбирают. В ближнем бою и для гвардейца тоже практически все окончено. Ну и марсианский валю, чтобы он еще одного не вывел. У него, не знаю, даже ресурса, наверное, на него не было. Хотя там кто-то приземляется. Да, он запчасти везет. В марсианский. Будет еще один хищник. Ну и все окончено. Один на два. Что может сказать Тао, который вышел? Те, чувак, должно быть стыдно просто. Просто слабак. Если бы ты остался, мы бы выиграли еще быстрее, бы еще легче. Если он этот бой будет смотреть. Позор. Подлец. Мерзавец. Что еще можно здесь? Какие эпитеты к нему применить? Дроппер. Это был не вылет. Он вышел именно в тот момент, когда увидел древних у орка. То есть, тогда он понял, что... Ну все, что, у него ничего нет. Это, в общем-то, слив. Для него был слив. Ему насрать было, что он кидает союзника. Ему вообще было насрать, зачем зашел этот бой. Наверное, посмотреть на... Легендарную карту больше незачем. Я не знаю, с чем люди заходят и так вот играют. Итак, 1625 я набираю по войскам. 115 набирает Тау наш. Чарли. И Лео. 95. 205 набирает Хэппи Ньюби. И Корсар Роджер набирает 80. 99 я уничтожил. 4 уничтожает Чарли. 52 уничтожает Хэппи Ньюби. И 26 уничтожает Корсар Роджер. 71 юнита я потерял. 7 потерял Чарли. 46 потерял Хэппи Ньюби. 57 потерял, собственно, Орк. 39 зданий я уничтожил. 0, естественно, Тау. Одно здание уничтожил Хэппи Ньюби. Это был мой центр орбитальной связи. Но я его сразу потом опять застроил. Когда он Бен Блейдом прорвался. 0 Орк. Одно здание я потерял. 0 теряет Тау. Тау 19, Хэппи Ньюби 20, Корсар Роджер. 103 размер армии был у меня. 26. Чарли и Лео. 49, Хэппи Ньюби. 67, Корсар Роджер. Кстати, атака была у меня совершенно неподготовлена, когда я пошел на Орка. Я был не готов тогда еще атаковать. По сути, термосы были не до конца еще прокачаны. Только-только обилка убивала. Неуязвимость зашла. Вторые терминаторы штурмовые, они вообще были еще не грейжные. Без молотков. По-моему, там даже не до конца были прокачаны бионика. И серые были без рывка, которых я сбрасывал. Но, тем не менее, нельзя было тянуть время. То есть, там каждая секунда промедления значила, что гвардеец может вывести кирающего. То есть, он может наспамить пехоту. Там бы задавили бы просто уже массой. Поэтому единственный шанс был их разорвать, пока один был еще не готов и пытался там залезать. Свои повреждения после уничтожения его генераторов и точки. А второй, как раз, в этот момент наспамил. Давид, надо было орком. И решение было, в общем-то, правильным. 23 тысячи я набираю по ресурсам. 4 600 набирает Тау. Но, как я говорил, ресурсов у него вообще не было. 20 200 набирает Хэппи Ньюби. 13 100 набирает Корсар Роджер. 890 по технологии у меня. 120 Тау. 150 Хэппи Ньюби. 520 Корсар Роджер. Общего 25 600 у меня. 4 800 Чарли Елео. 20 с половиной Хэппи Ньюби. 13 779 Корсар Роджер. Бой шел 20 минут. 53 секунды. Я даже не знаю, как его назвать. Это 2 на 1, 1 на 2. Но это явно не 2 на 2. В принципе, вполне себе нормальное сражение по временным рамкам. Ну что, надеюсь, вам понравилось. История не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. Если еще не подписаны, вступайте в группу ВК. Оставляйте свои комментарии. Как вам боец? Как вам Тау? Играете ли вы так же, как Тау? Поощряете ли вы такую же игру? Как вам вообще в целом подобная тенденция в Солл Сторме? Это уже не первый бой. Считайте, ну, можно сказать, два подряда я показал. С подобными союзничками это далеко не редкость. То есть, таких боев масса в мультиплеере. Это только малая часть. Мне, честно говоря, это не нравится. Я уже об этом говорил. Учиться надо в совершенно других местах играть. И совершенно с другими оппонентами. А не портить игры другим людям. Ну, в любом случае, с вами был Крестоносец. Всем удачи и до новых встреч. Пока, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok